Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эйдор Питер. Я занят тем, что делаю вот такую луковую связку. Таких ясном магазине продают. И проблемка в том, что и лутки продают с высохшими такими коньячками, поэтому приходится изобретать это самому. Ну еще парочку подрежу. То есть я делаю реквизит своей новой идее, сказка про Золушку. Сегодня мы с вами сделаем такой простенький натюрмот, тоже основу. Мы сделаем основу с вами для того, чтобы потом из этого натюрмота сделать что-нибудь действительно сказочное. Я думаю, что и основа будет неплоха. То есть это та же система, что вы делаете с домашним заданием. То есть без основы не состоялась бы там эта сказка с чайничком, вернее с чашечкой и с пузырьками. Так и здесь. Мы сегодня снимем с вами хороший натюрмотик. Я на это надеюсь. И еще на одну установлю все. А потом, имея основу, завтра мы возможно сможем сделать уже и фотошоп. Да? Ну, давайте я сейчас закончу с этим вязанием и вам покажу, что получилось. Итак, дорогие ребята и девчата, после долгих-долгих, как редко когда долгих, работы с натюрмортом и со светом, я все-таки пришел к тому, что мне надо. Ну, сначала давайте мы посмотрим сам натюрмортик. Здесь я сделал все как полагается. У меня здесь поленца, лампа висит, лук, который я вот до этого мотал, да? Кукуруза, тыква, естественно. И вот эта смешанная тарелка со всеми красно-белые и вот уже разобранные ложечкой маленькие. Так, естественно, кукуруза и вот калорабия, она дает вот такую растительность хорошую. Ну, и ступка для декора просто. Да, еще я положил здесь пшеницу кусочек, ну, деревня, почему-то нет. Я вам скажу, что это порядка, может быть, четвертая или пятая версия. То есть я уже делал, фотографировал, все переставлял, опять делал, опять фотографировал, пока я не нашел то, что мне, в общем-то, было нужно. Ну, и вот теперь давайте посмотрим, что мы будем, как мы будем фотографировать. Во-первых, ребята, мне надо сделать так, чтобы в бок тыквы оставался в затемнении и только чуть-чуть спереди должно быть фонарь должен быть освещенный, поленье там, потому что вот это место, где я поленца, да, оно должно быть очень светлое. Я хочу сделать потом луч такой, и в этом луче будут вращаться у меня хрустальные башмачки. Здесь, пока я этого не делаю, здесь я делаю просто основу. И вот поэтому тут нельзя было так просто осветить, я долго-долго-долго думал, пока вот не придумал такую схему. Вот сначала я ставлю стрип. Давайте мы подойдем к другой стороне, чтобы видно было. Вот так. То есть стал стрип. И чтобы он не освещал мне все там, я сделал только в эту сторону. И чуть-чуть еще на себя развернул. Как бы странно, да, но тем не менее эта штука работает. Так. Ну, давайте снимем сейчас. Секундочку, я посмотрю, что у меня тут. И... Вот так у нас с вами получилось. Ну, ну, ясно, что нам теперь нужно лучше включить верхний трубус. Вот так. То, что нужно, но обратите внимание, что вот эта часть немножко недосвечена. И поэтому мы сейчас просто поставим сюда серебряный отражатель и сфотографируем. Давайте сделаем окончательный снимок. Вот это то, что нужно. Сейчас я еще пойду в фотошоп, некоторые акценты добавлю. Ну, и больше ничего делать не буду на этом. Основа. Как самостоятельный нитерморт, она тоже годится. Готово. Поэтому в фотошоп пойдем. Ну, вот я вышел тут из фотошопа. И вот что у меня получилось. Ну, в принципе, я много чего не делал. Единственное, что поигрался там с текстурой немножко и с контрастностью. А... Следующий, когда мы будем там туфельки делать, встраивать там, сказочное все такое делать. Это, возможно, будет завтра, потому что я сейчас поеду к сестре, поставлю в ихний очаг полежки, подожгу их и пофотографирую, потому что я хочу там сделать очаг. А так как я не люблю брать чужие работы, я лучи немножко затрачу времени, поеду и сделаю сам. А потом мы уже с вами сможем это оформить как работу для следующего занятия. Договорились? Ну, всего вам доброго, ребята. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok